Ну что, видеосъемочка пошла, тут все кушаем, приготовила себе такой завтрак, завтрак как в Парижах, кушаю, сейчас добавлю тепленького кофе, тепленькой кипяточка, надеюсь это видео запишется. Ох, я какая очень оргазмическая девочка-звезда, ох, сейчас будем наполняться энергией, ох, энергии, изобилие и богатство. Ох, я уже иду, дорогие друзья, ох, я уже иду, дорогие друзья, ох, этот кофе, ох, эти завтраки, ох, эти Парижи. Я такая оргазмическая, это школа очарования, быть такой сладкой, манкой, как сказка. Как-то у меня на самом деле мой такой волшебный компьютер, уже сегодня такая, говорю, говорю, заснимаю, и он не совсем заснял, не совсем заснял. Так, нужно так вот сделать, чтобы было видно, такое сегодня солнышко, шикарная погода, шикарный выходной день. Суббота, выспаться, как хорошо, я же вам говорила, сейчас будем шептаться, вставать ли в 5 утра и очень много-много работать, как советует Наталья Правдина, или все-таки дать себе возможность выспаться. Просто вы понимаете, я уже не одно видео заснимала. В смысле, и сегодня, и до этого, на днях, и оно вот это вот не заснялось. Я такая вот говорю, говорю, такая вот говорю, ах, да. Стараюсь, чтобы видео было очень супер. Потом раз, а на компьютере ничего нету, нету видео. Друзья мои, сейчас я вам там загрузила на мою страницу ВКонтакте, Татьяна Салмана, через дефис, мы потом сайт будем через дефис, напишите на русском языке. Лариса Удовиченко, это моя любимая актриса советских времен. И я с удивлением обнаружила, что известной она стала, когда ей дали роль, а когда она снялась в роли маленькие облигации. Поэтому у нее совсем такая маленькая роль, она там немножко как-то вот это вот, ну, на жаргончике немножко говорит. Вот, я бы, честно говоря, не сказала, что это ее лучшая роль, но, понимаете, она людям запомнилась, понимаете, я из этого сделала вывод, что люди как-то немножко, вы знаете, как там матом ругнешься, это как мужчина на Волховском, охранник, он меня не пускал. Я говорю, мужчина, пожалуйста, вот проехать надо, вот ремонт делаю машину, будьте любезны, пожалуйста, ох, я такая сладкая мангая, как сказка. Ну, это я вам немножко, я просто, знаете, такая вот, здрасте, вот это, здрасте, вот так, вот так, такой день, такой шикарный, такой супер день. Ну, вы поняли, да? Здрасте, пожалуйста, будьте любезны, пропустите. Он такой, нет, 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 не положено, не положено, пока я на него матом не выругалась. Посмотрите, мои два такие шорты видела. Он сразу сказал, проезжайте. Судя по всему, чтобы быть известной и богатой, так это матом ругнешь, тебе скажешь, I'll be back. Короче, вот это, как Шварцнегер сказал, все запомнили. Я не знаю, я вообще знаю, хочу быть, конечно, такой великой-великой актрисой. Понимаю, получается, люди любят, раз они сказали, что она прославилась этой маленькой облигацией, когда у нее супер шикарные роли, понимаете, вот Лариса Ульиченко в очень хороших советских ролях. Совершенно замечательная актриса. Я бы, честно, сказала, такая-таки роли, как бы и не предлагать, это я уже, ну, вот так вот. Ну, судя по всему, это кассовое, знаете, а что снимают? Да то, что смотрят. Получается, любят вот это вот смотреть. Боевики, что-нибудь, вот это вот, такую похабщину. Вероятно, за это платят деньги и просмотры, не как там у Натальи Правдиной 10 тысяч просмотров. Там, наверное, фильм просмотров сразу, там, знаете, 100 миллионов. Знаете, какой-нибудь такой фильмец. Сделать сценарий, заснять кассовый фильмец, понимаете, сколько народу посмотрело, сколько миллионов, я не знаю, миллионов этих, посмотрели, знают голливудскую актрису Анжелину Джули. Анжелину Джули знают во всем мире, ну, я так понимаю, она такая, в общем, известная, там, миллионы посмотрели ее фильмы. А сколько народу посмотрело Наталью Правдину? Ну, она мне очень нравится, Наталья Правдина, позитивчик, вы поняли, да? Кто такой Тони Робинс, в некоторых странах вам вообще никто не скажет. А кто такая Анжелина Джули с Брэдом Питтом? Вы поняли, да? Ой, виноградик такой вкусный. Поэтому, знаете, будешь так вот распилаться, ой, ну да, моя кредитная карточка, пожалуйста, там, будьте спонсором, понимаете, вот это вот. Это все, по-моему, так очень мало. Кому это вообще интересно, вы поняли, да? Это вот да. Народ любит или на халяву посмотреть, понимаете, или халява, судя по всему, или огромные бабки. Это когда, какая уже знаменитая актриса, понимаете, там, у Кая, там вот это вот. Там или уже огромные гонорары, или куда-то пригласить, это тоже огромные гонорары. Это, в общем, вот это вот стоит. Я просто что-нибудь такое сейчас, в общем-то, вот рассказала, только, не знаю, запишет меня этот, ну, компьютер, это, понимаете, вот это говорить, говорить, это вкладываться, говорить. Это не то, что я вам, понимаете, какие-то рекомендации, ругаться матом, конечно, нет. Ну, это Татьяна Салмановна решила актерским мастерством ответить. Фильмец здесь такой, фильмец небольшой. Ах, это тягенька с собачкой, знаете, как она, это был ответ. Ох, я такая собачка, Гави-Гави. Ах, да, сейчас на самолётике, за границу, попутешествую, такая уже собачку прям вела, такую маленькую. Это был ответ, это тётя. Так что... А, ну, наверное, в круиз собралась, на Титанике. Там-то тётя, она собралась в круиз, на Титаник 2 называется. Ну, да, Титаник 2. А кто хочет купить билет на Титаник 2? Короче, короче говоря, маршрут будет проходить рядом с Айнбергом. В общем, короче, запасайтесь, запасайтесь этими жилетами, запасайтесь бронежилетами, запасайтесь спасательными жилетами. И запасайтесь вот этими мобильными телефонами и ещё вот это вот. И такая, круиз. И ещё вертолёты, чтобы летели, и самолёты. Это и что, чтобы вас спасать. Когда Титаник 2 будет тонуть. Вообще же не старые времена, вы поняли, да? Эти миллиардеры купили эти билеты, билеты. Вот. А, нет, запасайтесь ещё одной яхтой. За этим Титаником пойдут вот эти яхты миллиардеров. Чтобы их спасать с Титаника 2. А там свежем скучно жить. А они на этих яхтах плавают, и, понимаете, они так это, ну, как это, заскучали, понимаете, вот этого. А они говорят, а у нас развлеките. Мы любим Эпстрим. Эпстрим, да, Эпстрим поплывут на этом Титанике. Он будет тонуть. Эти яхты. Ну, на этих яхтах их будут спасать. Так что, ты вот. То есть, конечно, их яхты тоже не нарвутся на эти рифы. Я не знаю. Я уже попрыскала Париж-Париж, вот этим Парижем-Парижем попрыскала на моём балконе, где-то чуть-чуть около двери. Опять воняет какими-то... Чем может вонять вот это вот с улицы? Какими-то духами какими-то вонять? Я не знаю. Откуда это может быть? Откуда это может быть вонизм? Это не мужские духи. Там вообще никого нет. Может быть там кто-то свыше-ниже отдыхает на балконах, воняет. Мне кажется, я привыкла, что там эти сигары, сигары миллиардера, в общем, как-то вот это, какими-то духами бы не будет. Понимаете, я такая открыла в балконе, я гуляю. Ну да, а то как даст там это течь. У меня, знаете, бейлинги. Бейлинги, как это течь? Знаете, вот этот вот, душ, душевая. Вообще, на самом деле. У меня бейлинги в Петергофе. Там я однажды мылась, мылась вот это вот. Я их люблю под душем долго помыться. А потом, смотри, с той стороны прям капает, встала на первый этаж. Ну да. Там вот это вот, короче, моя душевая протекла, вот это вот, аж до низу. В общем, короче, я подала пробойну. А там картина, у меня картина на галерея была. Он мне Путиныш подарил эти картины, а там картины висели. Это была просто жесть. Хорошо, что я только ничего не затопила. Батильдочка, она вовремя сигнализировала. Она нашла, она нашла развлечения. Она там сидела и лапу показывала, что капает. Молодая кошка. Кошка очень умная. Она спустилась, спустилась на второй этаж. На второй, у меня там с четвертого, третий, второй, а первый этаж отдельно. Она спустилась на первый и смотрела, как эти капли капают. Она, наверное, так и там, ее это развлекало. Так что вот. Вы же понимаете, если это видео сейчас у меня не запишется, то есть я придется мне нажать вот этот стоп, потому что я тут говорю, говорю, если это видео не запишется, будет там вообще вот это вот опять. Татьяна Солмановна вам не просто матом скажет, она скажет вам трехэтажным матом и загрузит это видео. Так что вот. Готовьтесь. Будут вам, знаете, шкафчики, коврики. Мы там нарисовали этих бабочек вот этого. Так что вот. Мы там нарисовали бабочек, а у операторов в Голливудах фильм не заснялся на видеокамеру. Так что вот. А, ну да, мы нарисовали бабочек вот это на стенке, а у этих в Голливудах случайно стерся фильм. А под этот фильм были большие вообще деньги. Это было большие, деньги вложены были. А этот фильм случайно стерся в Голливудах, в пленке. Со всех носителей он случайно стерся. И где здесь связь между бабочками и Голливудом? Вот в чем вопрос. Это сценариста. Это Татьяна Солмановна. Это Таген номер семь. Сценарист. И будут потом вот это вот говорить, что пока существует компьютер, и будет это на компьютере, вот эта запись. А потом вот так вот раз. А, мужчина, мужчина. В этой кепочке, ну да, вот такой вот это вот. Там разгрузочка идет. Ну, конечно, люди зарабатывают деньги, люди в 5 утра встают, люди в бизнесе работают, в пиццу разводят. Люди не бездельничают, зарабатывают деньги. А потом будете долго думать. Вот здесь вот не заснимется это видео, а потом долго будете думать. А какая связь между вот этим и стертом голливудским фильмом на всех носителях, в который вложены огромные деньги. Да никакой связи. Ну что, выключаем, смотрим. Ох, и такая супероргазмическая. Где там мужчина? Крупным планом себя показываю. Вот упорческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмаровна, Макту, Сайфуде.